В столице 8 часов вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Доброе утро. Больше 20 интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане. На них пользователям сети помогали незаконно получить сертификаты и декларации соответствия на различные виды продукции. Об этом заявили в Комитете технического регулирования метрология. При этом, по словам представителя ведомства, консалтинговые компании не требовали от клиентов прохождения лабораторных исследований. Прислать готовый документ обещали в самые короткие сроки в течение одного дня. Эти интернет-ресурсы помогают ускоренно получить документы подтверждения соответствия в некоторых случаях без проведения фактических испытаний. Возьмем любой товар, например, игрушки, которые завозят в Казахстан. Из-за поддельных сертификатов мы не знаем, из чего они сделаны и не опасны ли для детей. Консалтинговые компании предлагают получить документы подтверждения соответствия в Кыргызстане с минимальным пакетом документов и в короткие сроки. Мы отправили в МИОР письмо с просьбой принять меры в пределах своей компетенции по блокировке этих сайтов. Больше 400 предпринимателей штрафовали за незаконную продажу одноразовых электронных сигарет и вейпов в Казахстане. Однако, несмотря на это, для школьников они по-прежнему в свободном доступе. В Минздраве в открытую признают в стране вейповая эпидемия среди детей и подростков. Там в очередной раз предлагают запретить электронные системы потребления табака. Гульнара Ерманова продолжит тему. Вейповая эпидемия среди детей и подростков в Казахстане наблюдается не первый год. Однако ответственные органы до сих пор ничего не могут с этим поделать. В Минздраве признают, что одноразовые электронные сигареты продаются в свободном доступе едва ли не в каждом продуктовом магазине, а их цена не превышает 2000 тенге. Тем временем для такой продукции до сих пор не разработали техрегламент. В нормативных же документах множество противоречий. Так, в Кодексе о здоровье народа прописан запрет продажи табачных изделий без подтверждающих сертификатов. Но получать их не обязательно. Пока нет утвержденного технического регламента, конечно, мы не можем требовать наличия сертификата соответствия или декларации. Сейчас в этом плане Комитет санитарно-эпидемиологического контроля проводит работу по, как говорится, возможности нашими испытательными лабораториями внедрение вот этих национальных стандартов, которые были приняты. После того, как будет пройдена аккредитация, наш национальный центр экспертизы сможет проводить определение содержания никотина в вейпах. И уже, соответственно, в рамках государственного контроля мы можем применять меры по запрету и обороту. Одноразовые электронные вейпы в этом году стали подакцизным товаром. Теперь в Комитете госдоходов готовятся к введению маркировки табачной продукции. Там надеются, что после этого в страну не будет попадать контрафакт. Мы в настоящее время вносим изменения в правила маркировки табачных изделий. И, соответственно, как мы внесем изменения, мы начнем маркировать. То есть процесс маркировки осуществляется таким образом, так как у нас нет производства. Она будет осуществляться при импорте товаров до ввоза на территорию республики Казахстан, либо на таможенных складах. То есть без маркировки электронные сигареты не смогут завозиться. Сколько времени уйдет на разработку маркировки, в КГД ответить затруднились. Тем временем казахстанские родители продолжают обращаться в Лигу по защите прав потребителей. Там говорят, что в их практике были случаи, когда в одноразовых вейпах содержание никотина доходило до 50 миллиграмм. При этом в стандарте есть норма, ограничивающая дозу до 20. До тех пор, пока не будет технического регламента, у нас не будет ни методик, ни лабораторий, ни специалистов, которые могли бы сказать, качественный это продукт или некачественный. Если он некачественный, то нам важно было бы пойти с исковым заявлением в суд. Если говорить о разовых вейпах, то они должны наносить определенную информацию, в том числе о вреде курения и платить акцизы. То есть должна содержаться акцизная марка обязательно. Я считаю, что это большой шаг вперед, но тем не менее мы считаем, что все равно технический регламент должен быть разработан, он должен быть государственный и обязательный. В то же время в Минздраве уже в третий раз предпринимают попытку и вовсе запретить электронные системы доставки никотина. Такое предложение они в очередной раз разместили на сайте открытого правительства. Среди главных аргументов, мол, сами предприниматели игнорируют и не исполняют нормы закона. За первое полугодие, по данным сайта Комитета по правовой статистике, за продажу несовершеннолетним и казахстанцам, не достигшим 21 года, с бизнесменов было взыскано порядка 6 миллионов тенге. Всего же в стране было зарегистрировано более 400 таких правонарушений. Гульнара Ерманова, Ербол Даиров, Ерлан Наурызбаев, Хабар, 24. Теперь о том, что происходит в мире. В сентябре этого года Совет Евразийской экономической комиссии принял решение, что при введении маркировки в странах ЕАЭС в отношении электронных сигарет будут приниматься унифицированные правила. Государство сами определяет дату введения этой маркировки. Если она будет введена на территории двух и более государств, то в торговле между этими странами их коды маркировки будут взаимно признаваться. В отдельных странах ЕАЭС электронные сигареты отнесены к табачной продукции, относятся к подакцизным товарам, поэтому эти государства могут вводить дополнительные требования для обеспечения контроля оборота в виде акциза. Однако, если страны ЕАЭС договорятся между собой, сами акцизы могут отменить. У стран нашего Союза уже есть планы по переходу на так называемый цифровой акциз. И, собственно говоря, цифровую маркировку, вот эти средства идентификации, достаточно легко ввязать в информационных системах с введением такого цифрового акциза. И стороны договорились, что через два года они вернутся к этому вопросу и, возможно, откажутся от наличия вот таких материальных носителей. Совет комиссии решил, что вводить унифицированную маркировку одноразовых электронных сигарет нецелесообразно. Унифицированные правила касаются только так называемых многоразок и испарительных устройств. Они не относятся к товарной группе табачных изделий, поэтому могут без перемаркировки с кодами России перемещаться на территорию Казахстана. На линии, собственно говоря, поменять код маркировки российский на код маркировки казахский, если это действительно уже в момент производства предназначено для Республики Казахстан, не представляется вообще никакой трудности, потому что сейчас точно так же налажено производство простых сигарет. То есть если у нас идет линия, линия, идет, скажем так, партия, изготавливается партия на одной и той же линии, там не меняются линии, просто меняются партии и, соответственно, меняются упаковки, потому что у нас до сих пор сохраняются национальные особенности для тех же самых упаковок сигарет. При производстве это однозначно должно быть предусмотрено, для какого рынка этот товар производится. Поэтому здесь двойной маркировки, если это наше внутреннее производство, здесь двойной маркировки не будет. То есть вопрос рынка решается уже в момент производства, наклеивается марка того государства, куда этот товар поставляется. К другим темам. Еще один пакет чрезвычайных мер для борьбы с высокими ценами на энергоноситель представили в Еврокомиссии. Так, Урсула фон дер Ляйен предложила создать совместный офис по закупкам газа. Прежде всего, Брюссель пытается сделать импорт топлива менее дорогим. Другие столицы Евросоюза обяжутся совместно покупать не меньше 15% газа, чтобы не перебивать цены друг у друга. Еврокомиссия также хочет повысить то, что она называет энергетической солидарностью, чтобы страны, имеющие большие запасы, делились ими во избежание дефицита зимой. Пока подписано только шесть таких двусторонних соглашений из 40 возможных. Ранее страны Евросоюза не смогли договориться о потолке цен на российский газ и решили пока воздержаться от введения этой меры. Все эти идеи будут обсуждаться главами государств и правительств ЕС на брюссельской встрече в конце этой недели. Тем временем в Испании утвердили программу по сокращению потребления газа. Известно, что страна собирается полностью прекратить транспортировку голубого топлива из России. Мы знаем, что спрос на энергию в Европе очень велик. Поэтому логично, что вместо того, чтобы перебивать друг друга, государства, члены Евросоюза и энергетические компании должны использовать свою совместную покупательную способность. Для этого мы предлагаем правовые инструменты для объединения спроса на энергию на европейском уровне. Также нам необходимо укоротить волатильность и экстремальные скачки цен, на европейском газовом рынке. На фоне роста стоимости жизни в ряде стран на несколько дней проходят забастовки. Во Франции свои рабочие места оставили представители разных секторов экономики. Речь идет о государственных учреждениях, энергетике, общественном транспорте, торговле и сельском хозяйстве. Требования протестующих сводятся к двум основным пунктам. Повышение минимальной заработной платы с сегодняшних почти 1700 евро до 2000. Также необходима индексация, прописанная в законе, считают профсоюзы. Инфляция во Франции к концу года может достичь 10%. Перебои в работе из-за демонстрации также возникли в аэропортах Бельгии и Германии. Из-за этого сотни пассажиров несколько часов не могли попасть в здание аэропорта. На Запорожской атомной электростанции восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в МАГАТЭ. Напомню, последний перерыв третий за 10 дней. Сейчас ситуация с электроснабжением по-прежнему остается нестабильной, отметили в организации. Напомню, миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрел атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с Россией и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг объекта. Тем не менее, ранее в этом месяце атомная электростанция лишилась последнего внешнего источника энергии из-за обстрелов. Парламент Эстония объявил Россию страной спонсором терроризма. Накануне в Риге Когу единогласно приняли резолюцию, в которой осудили военные действия России против Украины и вхождения украинских территорий в состав Федерации. В заявлении призвали международное сообщество принять аналогичные декларации. Эстонский парламент также поддержал требования лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. В Германии уволили руководителя Федерального управления кибербезопасности Арнешен. Боево увеличили в связях с Россией. Решение утвердила глава МВД Германии Нэнси Фрезер. Адмей Чуарне возглавлял свой пост 2016 года. До этого он состоял в неправительственной группе экспертов по кибербезопасности. Десятки людей протестуют в Лос-Анджелесе. Они требуют отставки членов городского совета. Причиной недовольства протестующих стала аудиозапись разговора чиновников. В ней звучали расистские высказывания. В частности, люди требуют отставки членов Совета Кевина Де Леона и Гила Сидильо. Марши недовольных прошли вокруг мэрии. Сообщается, что телефонный разговор с расистскими высказываниями состоялся в октябре прошлого года. Однако достаньем общественности стал недавно. 25-летний мужчина напал на прохожих в Германии. Он нанес ножевые ранения двум людям, они погибли. Затем атаковавший последовал в аптеку, где серьезно ранил еще одного человека. Там его арестовала полиция. Во время задержания нападавшего обстреляли. Сейчас он находится в реанимации. Стражи порядка расследуют инциденты и ищут свидетелей. По их данным, в потасовке предшествовала ссора. Известно, что подозреваемый родом из Сомалии. Относительно того, почему преступник совершил нападение и какова предыстория конфликта, мы пока не можем сказать. Расследование продолжается. Это Хабар 24, прямой эфир. Сегодня, 19 октября, в Казахстане отмечают День спасателя. Профессиональный праздник представителей МЧС. В их числе пожарные, сотрудники Центра медицины катастрофы и КАЗ Авиаспаса. Всего в аварийно-спасательных службах страны работает порядка 30 тысяч человек. Ежегодно они совершают десятки тысяч выездов на самые разные происшествия. Тушат пожары, оказывают медицинскую помощь, вызволяют людей из беды. На боевом дежурстве спасатели находятся каждый день вне зависимости от погоды, праздников и выходных. Почти 60 тысяч возгораний потушили в Казахстане с начала года. Из опасной зоны эвакуировали больше 10 тысяч человек. Пожарные, можно сказать, ежедневно подвергают свою жизнь опасности. О том, каково работать в условиях повышенного риска, в сюжете Рауля Габитова. Пожарные редко становятся героями новостей или газетных полос, хотя их работа одна из самых опасных в мире. Сегодняшний день мы проведем вместе с этими людьми, чтобы узнать, почему они выбрали эту профессию. Профессию, на которой не принято говорить, сгорел на работе. И на которой каждый день приходится рисковать собственной жизнью, чтобы спасать чужие. На службу пожарные заступают рано. В течение суток они находятся в постоянной боевой готовности и в любой момент готовы надеть боевки, сесть в машину и умчаться на вызов. ЖПА-221, горит автомашина, все ходы на выезд. Как приняли? Хайнер принял, все ходы на выезд. Чтобы стать настоящим пожарным, недостаточно иметь просто желание помогать людям. Надо обладать специфическими знаниями и навыками. Например, быстро одеваться. Как говорят в армии, пока горит спичка. Горит она 30-40 секунд, а вот пожарному на это требуется в два раза меньше времени. Работа сама по себе тяжелая, потому что не каждый может сюда прийти. Не у каждого хватит смелости выйти на пожар, смотреть. Грубо говоря, смотреть в глаза смерти. Бакуар Хамзе работает пожарным 7 лет. Говорит, профессия понравилась с первых дней. И уходить со службы он никогда не думал. За его плечами сотни выездов. Каждый из них был по-своему сложным. Кстати, Бакуар один из тех, кто принимал участие в тушении недавних лесных пожаров в Костанайской области. Этот пожар для меня как бы в новинку. Так как у нас специфика другая. Мы распределены более на высотные здания, на тушение пожаров. Именно не лесных массивов, а жилых помещений. В каждой пожарной части есть свои старожилы. Рустем Мусин один из таких. Его трудовой стаж почти 20 лет. За это время он дослужился до командира отделения. Ну, эту профессию я как бы не буду говорить, что с детства мечтал так. Получается, после армии, когда брат пришел, говорили с ним. И он говорил, что вот пожарку пойду устраиваться. Там, типа, хорошая работа. И я тоже просто документы подал, получается. И пришел, устроился. И с тех пор затянул, получается. Рустем герой не просто на словах. В 2014 году его за проявленное мужество медалью Ерлегущен наградил президент. В многоэтажном доме, получается, горела электрощитовая шахта. На момент прибытии там женщина на восьмом этаже, по-моему, сидела на половину, вытащила, хотела прыгнуть. И, получается, за звеном зашли. В этаже третьем дети лежали, двое детей, и бабушка их не лежала. Получается, их вытащили на свежеводку, передали скорой. Потом зашли обратно, и женщину, которая хотела с балкона прыгнуть, ее тоже вытащили. На тушении реального пожара наша съемочная группа так и не побывала. И это хорошо. Значит, в этот день никто не пострадал, не погиб и не лишился своего имущества. Но день, проведенный среди настоящих пожарных, оставил понимание того, что на страже пожарной безопасности нашей страны стоят те, в ком можно быть уверенным. Рауль Габитов, Мурат Арибханов, Хабар, 24. Пробки – неприятность, которая может испортить вам утреннее настроение. Смотрите нашу следующую рубрику и выбирайте наименее загруженные дороги в столице. Данные, я напомню, обновляются в режиме реального времени. Продолжение следует... Необычная остановка в виде пожарной машины появилась в Петропавловске. Ее установили возле специализированной части, где дежурят спасатели. В честь профессионального праздника там провели день открытых дверей и показали студентам все тонкости работы огнеборцев. Виктория Еремина учится в колледже. Специальность она выбрала непростую – пожарная безопасность. Оттачивать навыки старается уже сейчас. Придя на экскурсию к спасателям, девушка не упустила возможности спуститься с высотки при помощи альпинистского снаряжения. Первый шаг, когда делаешь – страшновато. А потом, когда понимаешь, как это работает, для чего это, то, что нам все равно это пригодится в нашей профессии, уже страх перебариваешь. Я понимаю, что это еще маленькая высота. Ну, ничего, будем учиться. На территории этой пожарной части в честь профессионального праздника традиционно проводят дни открытых дверей. Гостям показывают, насколько это сложная и ответственная служба. Спасатели сбираются на высотку, преодолевают полосу препятствий, спускаются в теплодымовую камеру. Демонстрируют и пожарный автопарк, который регулярно пополняется новой техникой. Поступает новая обновленная пожарная техника с современным оборудованием как с министерства по черчайным ситуациям, так и с местных исполнительных органов. В завершение 2022 года тоже ожидается поступление 8 единиц техники. Старой и уже списанной техники местные спасатели тоже находят применение. Вот, к примеру, кабина раритетной пожарной машины стала частью тематической остановки. Нашли эту технику. Она служила в свое время в Мамлюцком районе, была боевая, но со временем она устарела, находилась в списании. И мы решили переделать из этой техники, сделать остановку. С целью популяризации профессии пожарный спасатель тоже. Там у нас инфляционные стенды есть по поступлению в Академию гражданской защиты, по приему на работу к нам и по мерам пожарной безопасности. С начала года оперативные службы департамента ПЧС совершили больше 2000 выездов на пожары и другие чрезвычайные происшествия и спасли около 200 жизней. Нургуль Ахметова, Коныш Казбеков, Хабар, 24, Петропавловск. Продолжаем выпуск. В Шимкенте в новом учебном году за парты сели на 3000 учеников больше, чем в прошлом. В некоторых учебных заведениях детям пришлось потесниться. В мегаполисе еще актуальна проблема трехсменных школ. Полностью избавиться от них должны в следующем году. Такое поручение дал президент во время своего визита в город Миллионник. Возводить будут не только школы, построят и новый роддом. Подробнее материали Катерины Попковой. Эта школа-гимназия в Шимкенте изначально была рассчитана на 800 мест. Но желающих здесь учиться оказалось так много, что теперь в списке учеников больше 2000 детей. Чтобы всех уместить, пришлось делать учебу в три смены. 2006 учеников учатся, 69 комплектных классов. Во всех кабинетах учатся в три смены, поэтому умещаемся. Ситуацию должно спасти новое здание. Его уже начали строить на месте спортивного поля. В следующем году тут должен прозвенеть первый звонок. Сейчас трехсменка – основная проблема для четырех школ мегаполиса. Дети устают. Вот эти три смены – это я считаю, что плохо. Две – это вполне достаточно. Трехсменная, я считаю, это неправильно. Должна быть двухсменная. Неудобно. Таких школ не должно быть. Потому что, во-первых, это неудобно для учителей, а не бедные в запарке. Вопрос дефицита ученических мест решают за счет нового строительства. В 2023 году трехсменные должны полностью ликвидировать. А еще есть переполненные учебные заведения. Там пока дети не учатся до позднего вечера. Но возможности таких школ почти на пределе. Специально составлен стратегический план. До 2025 года мы должны были построить 101 школ. Там туда входят и новые, и дополнительные строительства. Именно переполненные проблемы школ решаются за счет программы «Комфортная школа». Тем временем в городе ежегодно регистрируют рекордное количество первоклассников. В этом году за парты первый раз сели 28 тысяч детей. По статистике, каждые 15 минут в городе рождается ребенок. Шемкентские семьи растут. Президент также дал поручение построить новый перинатальный центр в городе, учитывая нашу высокую рождаемость. Акиматом города уже определен участок 5 гектаров. Также в этом новом перинатальном центре будет сконцентрирована вся тяжелая патология. Будут новые отделения, ранее отсутствующие в наших родильных домах. Темпы строительства должны опередить демографический рост. Пока же наоборот. Учитывая густонаселенность, к 2025 году в мегаполисе также должны построить еще один дворец школьников. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Шемкент, Хабар, 24. Уникальную операцию на сердце проводят врачи Алматинского научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней. Теперь они используют новый стенд, который покрыт лекарством и с помощью специальной системы доставляются самые сложные участки артерии сердца. Показательную операцию провел для своих коллег из регионов страны известный австрийский кардиолог Аураль Тамай и казахстанский кардиохирург Алексей Колесников. Гафу Уали продолжит. Алматинец Рамгалий Машев около 10 лет страдал ишемической болезнью сердца. Это функциональное поражение миокарда, из-за чего организм недостаточно снабжается кровью. Врачи предлагали пациенту провести открытую операцию на сердце, но он все никак не решался. А два года назад ситуация только ухудшилась. Вчера ему предложили менее инвазивную операцию – стентирование. Ее делали под руководством интервенционного кардиолога из Австрии Ауреля Тамай. Он и стенд имплантировали в самый сложный участок артерии. И вот сердце Рамгалий исправно заработало. Операция прошла хорошо, безболезненно, хотя чувствовал все манипуляции. Около четырех часов она длилась. Через два-три дня уже выпишут. Такие операции проводят далеко не в каждом кардиохирургическом центре мира. Она считается очень сложной и длится долго – до шести часов. Но эффект от нее моментальный, говорит Аурель Тамай. Многие пациенты с поражением корональных артерий имеют полную окклюзию сосудов, которые питают сердце. То есть сосуды практически закрыты. И таких пациентов около 20% от всего населения мира. Раньше им делали открытую операцию – вскрывали грудную клетку и вручную восстанавливали сосуды. Теперь мы можем доставить стенд через артерии. Пациент гораздо легче переносит такое вмешательство. Сейчас в кардиохирургии идет мощный прогресс. Появились новые устройства, которые позволяют выполнять сложные манипуляции. Но чтобы использовать их, нужны серьезные навыки, которые можно выработать как минимум в течение трех-пяти лет. Те пациенты, которые сегодня проходят лечение в нашем институте, это пациенты с очень сложными заболеваниями. Но благодаря вот такой слаженной работе команды, наших специалистов и зарубежных, мы ищем новые пути диагностики лечения. Я думаю, что это очень хороший обмен опытов. Он позволяет нашим пациентам проходить более щадящие кардиохирургические оперативные вмешательства, быстрее восстанавливаться и быстрее возвращаться в семью. Такие операции больным проводят бесплатно за счет обязательного социального медицинского страхования. По расчетам специалистов, стентирование может стоить около полутора миллионов тенге. Гафуали, Сержан Жумабаев, Хабар-24, Алматы. Роллс-Ройс представил первый серийный электромобиль. В нем сочетаются роскошь и передовые технологии. Салон длиной свыше пяти метров весит почти три тонны. При этом электромобиль способен развивать скорость до 100 км в час за 4,5 секунды и может проехать свыше 500 км без подзарядки. Первый электромобиль в истории британского концерна уже доступен для заказа. Но его производство стартует только в конце следующего года. Приблизительная стоимость электрокара – порядка 400 тысяч долларов. Это особенный день для нас, потому что в 1900 году один из наших основателей, Чарльз Роллс, предрек будущее. Он предвидел появление автомобилей, работающих от электричества. И уже тогда видел явные преимущества такого вида транспорта для экологии. В Дубайском музее будущего гостей встречает робот-гуманоид по имени Амека. Бот размещен в пределах выставки Tomorrow Today, на которой представлено 50 технологических инноваций. Машина, созданная фирмой Engineer Tarz из Корнуэлла, уже прославилась тем, что обладает достаточно реалистичной мимикой. Амека может отвечать на вопросы и объяснять, как пройти к тому или иному экспонату. Действиями робота управляет искусственный интеллект. Бот способен отслеживать движения в комнате и имеет технологию распознавания лиц. Администрация музея будущего планирует приобрести целую команду таких роботов у британского производителя. Этот робот очень уникален. Он встречает людей, отвечает на их вопросы и предлагает маршруты в музее будущего при помощи искусственного интеллекта, который генерирует речи и может реагировать на слова людей разными выражениями лица. К примеру, бот умеет хмуриться, ухмыляться, подмигивать и поджимать губы. И в завершение еще раз о ситуации на дорогах в столице. Данные вы можете наблюдать в режиме онлайн. Будьте в курсе самых последних событий с Хабар-24. Не забывайте смотреть новости на нашем официальном сайте. Хорошего дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok